У меня в раке телефон, обыкновенный простой телефон, достаточно дешевый, но не самый дешевый из дешевых, но такой нормальный. Все прекрасно знают, для чего мне сейчас нужен телефон. Дело в том, что с момента внедрения сотовой связи у меня было, ну, наверное, трубок 15. Честно скажу, что функции, 90% функции этих телефонов я не использовал. При этом платил достаточно большие деньги, вплоть до 1000 евро. Nokia 88 2.0. Ну, на ту хоть забавно посмотреть. У нее шахматы такие веселые. То есть можно было ставить и шах, и мат. В общем, зачем вам то, чем вы не пользуетесь? И с этим вы стараетесь каждый раз в жизни, включая ваш любимый автомобиль, оборудованный электропакетом полным. То есть сиденье-то вы когда-то в последний раз двигали. Это настолько же глупо, насколько глупо иметь и коттедж в три уровня и тысячи квадратов. Вы пробовали его убирать? Очень сложное занятие, даже для квартиры 82 квадратных метра. То есть разумно тратя деньги, можно спокойно жить, при этом не экономя на главном, на качестве жизни, то есть на питании, на здоровье. И как правильно подобрать компьютер? Давайте сегодня мы об этом поговорим вместе с магазином Delta Inform, который располагается здесь, в торговом центре «Семья», что на Карла Маркса 164. Когда-то такое и было. И было всем достаточно нескольких комплектаций, ну, к примеру, калькулятора. Простой, инженерный и программируемый. Да так и должно быть, все просто. Компактный, семейный и бизнес-класс. Как говорится, Бог любит троицу. Сегодня мы представляем три единое семейства компьютеров, а объединяет их труд квалифицированных сборщиков, которые понимают, что вам нужно. Мы, наверное, из того поколения компьютерщиков, которые все-таки знали, с чего это сделано. То есть видели, что такое процессор, видели модули памяти, видели, куда вставляется клавиатура. Но наш срез, это очень тоненький срез. Пожалуй, было бы настолько же глупо выбирать компьютер, насколько глупо у продавца автомобиля спрашивать, а какие подшипники стоят в автомобиле. То есть есть ли смысл вообще человеку лезть туда, где он вообще ничего не понимает и знать это ему не нужно. Я абсолютно согласен вот с этим подходом. Мы многое берем просто как готовое. Телефон, кто его знает, что там внутри работает. Он должен звонить, он звонит, где-то удовлетворяет. Точно так же и здесь. То есть человек просто должен определенными подходами себя подготовить, что ему надо от компьютера. И на основе этих подходов нужно больше доверять специалистам. Мы часто сталкиваемся с проблемами не сбалансированных сборок, особенно которыми пестрят большие маркеты. То есть готовые сборки часто подают людям широко избитую фразу. 4 гига, 4 ядра, а дальше-то непонятно что. То есть какие ядра, какая видеокарта. И вот тут начинается провал. И вот чтобы этого как бы избежать, мы решили подготовить, скажем, от себя какую-то информацию, которая немножко облегчит народу выбор. И плюс, так сказать, ну она основана на том, что все-таки давайте доверять профессионалам. То есть мы доросли до того момента, когда на месте здесь, в Магнитогорске, можно делать собственный бренд. Ну мы стараемся, как бы, мы скромнее, но стараемся, скажем, людям подавать качественную продукцию. Я вот только что затронул основные подходы. То есть мы бы вот советовали покупателю, когда он идет, для него, скажем, два основных, так сказать, варианта. Первый вариант. Он сам знает, что ему надо. И он сам отвечает за этот выбор. То есть он говорит, мне такое-то, 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 дайте. Мы даем, как бы, твой выбор. Значит, или ты отвечаешь за это сам, или тот, кто тебе насоветовал. Второй вариант. Человек не готов к этому. Это более лучший вариант. Потому что тот, кто ему посоветовал, он может, как бы, ну не совсем качественно разбираться. Согласитесь, часто сосед по подъезду собирает, там, или, так сказать, через него прошло, там, 5-10 машин, компьютеров, да. А, согласитесь, продавцы через себя пропускают, там, в порядке больше, там, сотни, тысячи, да, машин. Соответственно, у них больше, так сказать, возможности что-то предложить, да. Вот, поэтому, если мы доверяем профессионалам, то тут, как бы, два, так сказать, способа подбора. Первый. Вы определяетесь суммой. А наша задача, эту сумму максимально эффективно израсходовать в комплектующих с такой производительностью, все, чтобы вам это понравилось, и настолько понравилось, что вы привели своих друзей и соседей. Второй вариант. Вы, как бы, не готовы к сумме, но зато вы знаете, скажем, что вы хотите делать на этом компьютере. То есть, какие задачи он должен решать. Особенно этот вариант подходит, если вы какие-то специфические задачи хотите решать, да. Например, видеомонтаж или что-то, да. То есть, вы озвучиваете задачи опять, наша, так сказать, дальнейшая работа, это предоставить комплектующие сбалансированные настолько, чтобы они решали круг предъявленных вами задач. То есть, система All-Incruise не подходит, получается. Если мы берем компьютер на всех пирогах, часто получается, что человек его не использует даже на 60%. То есть, это же деньги. Совершенно верно. Тут общего не существует. Как не существует среднего человека, так не существует среднего компьютера. То есть, каждый компьютер, он, так сказать, на какие-то определенные задачи затачивается, подготавливается, да. И вот специально мы сделали уже для, скажем, людей, которым, ну, сложно определиться, мы сделали для них три бренд-модели, которые теперь пойдут вот у нас, скажем, в дальнейшем. Модель стартовая, она так и называется, старт. Модель средняя, домашняя, она называется отрыв. Она как бы чуть мощнее. И модель, как бы, уже улучшенного, так сказать, улучшенной производительности, игровая, это полет. Ну, для того, чтобы стартануть, что для человека надо вообще для счастья? Ну, принципиально, небольшая конфигурация, то есть, машины, на которой можно делать какие-то текущие учебные, рабочие дела, вот, именно дома. Там не нужна мощная машина, это будет, допустим, целерон двухъядерный, вот, гигабайт оперативной памяти, вот, в принципе, этого будет достаточно. Вы мне назвали очень интересную машину, которая была абсолютно актуальна 5 лет назад, но она у меня сейчас актуальна, то есть, да я даже могу поиграть в игрушки без наворотов. И это там есть. К тому же, там есть все возможности для подключения к интернету, организации домашней сети, вот, ну, также простейшие какие-то задачи для просмотра фильмов, прослушивания музыки, естественно. А если я хочу оторваться? Ну, если вам нужно оторваться, далее идет следующая модель. Вот, она построена уже на базе трехъядерного процессора Атлон, вот, там уже больше оперативной памяти, уже видеокарта, которая позволит поиграть во все современные игры, вот, жесткий диск в достаточном объеме, чтобы хранить все свои данные, вот, и не только игрушки, какие-то фильмы, музыку, вот. И последняя выставка мне показала, ну, вот, то, что демонстрируется за вами, то есть, возможности трехмониторной, шестимониторной системы. Есть ли возможность вот в это полетать? Да, конечно, тогда можно использовать уже следующий компьютер, вот, этой линейки, значит, на базе шестиядерного процессора, вот, большее количество оперативной памяти, больше размер жесткого диска, вот. Ну, это уже позиционируется для геймеров, то есть, профессиональных, полупрофессиональных игроков. Я так понимаю, Delta Inform всегда держит руку на пульсе. И вот эти, в принципе, все конфигурации, вот этой ценовой категории, 25 тысяч, 15 тысяч, ну, 16 тысяч рублей, 8 тысяч, 7-800 рублей. То есть, можно ли их поддерживать, учитывая постоянное обновление системы? Да, конечно, все эти системы, они обладают возможностью к модернизации, вот, причем это не просто, допустим, месяц, два, три месяца, это год, два и более. Ну, и следующее поколение следующих компьютеров вы будете тоже удерживать в этой же ценовой категории, вы прав? Да, конечно, постараемся. Так, теперь для тех, кто любит кроить. Дело в том, что, ну, про ваш рынок запчастей бэушных знают все, да, вы единственные и самые крупные в городе, которые вообще этим занимаются. Все остальные просто либо тупо людей на бабки садят, либо еще что-то. Естественно, а если я хочу из бэушных? Да, мне, в принципе, не очень нужна гарантия, да, ну, я понимаю, что там что-то может вылететь, я хочу купить что-то новое. Цена вопроса тогда. Для этого есть альтернативный вариант, вот, также три, в принципе, модели, которые мы можем предложить. И они дешевле? Они, конечно же, дешевле. Я вот не хочу, чтобы у меня корпус был абсолютно нулевый, да, ну, по черту немножко, хэринцы. Глоб, я не поменял, железки тогда не те же. Цена вопроса. Ну, опять-таки, мы здесь подготовились. То есть, для людей, которые по какому-то обстоятельству, ну, не могут, так сказать, найти необходимую сумму, для них есть, как бы, на основе БУ-компонентов аналогично собранные сборки, да. То есть, приблизительно мы старались выдерживать 50% или чуть ниже от сборок, только что перечисленной вами бренд-линейкой новой, да. Кстати, эта линейка называется у нас оптимальный подбор. Вот. Соответственно, ну, корпус, как вы правильно сказали, он вообще часто под столом стоит. Его пинают ногами. Ну, ему не обязательно, так сказать, и искриться, и сиять. Вот. Поэтому, да, чем-то вы жертвуете. То есть, каким-то внешним видом, чуть-чуть, скажем, параметром, чуть-чуть гарантийным сроком. Но вы получаете, как бы, гораздо более дешевый. То есть, у нас самый дешевый процессор получается, системник получается по нижней категории где-то 3,5 тысяч. То есть, ну, это, который будет выполнять все перечисленные функции. Интернет, видео и прочее. То есть, это цена вот этого долбого телефона? Ну, в общем-то, наверное, да. Я не знаю, сколько стоит ваш телефон. Этот телефон как раз и стоит 3,5 тысячи рублей. Телефон, по которому только разговариваем, и компьютер. Настоящий, полноценный компьютер. Кстати, покупка любой техники здесь облегчается еще и процедурой приема вашего старого агрегата. То есть, итальянский принцип «попользовался, выбросил» здесь не работает. По-магнитогорски грамотно «попользовался, сдал» и получил новый, но дешевле. Хорошая фирменная сборка из грамотных запчастей. Сборка, рассчитанная на вас, потребителей, а не на ваш карман. То есть, здесь не вытаскивать деньги из вашего кармана, напаривая вам все и вся. В свое время как-то так и начиналась история корпорации Apple. Синклер также собирался. То есть, небольшие предприятия стали большими монстрами. Потому что изначально все основывалось на честности и на индивидуальном подходе. Возможно, когда-то Дельта Информ станет таким же гигантом, как Apple. Возможно, и не станет. Но все равно очень приятно, что сегодня, сейчас, здесь на Карла Маркса 164 в торговом центре «Семья» есть люди, которые честно стараются сделать что-то, а не просто продать вам и заработать. Это очень неплохое дело, работать честно в городе, в котором честность не самая востребованная часть нашей жизни.